Вопросы диагностики в медицине являются одними из самых главных, ведь от того, насколько точно поставлен диагноз, зависит и выбор методики лечения, а как итог – скорейшее выздоровление человека. Еще сто лет назад из диагностических инструментов у врача был только стетоскоп – специальная трубка для прослушивания. Сегодня же, благодаря современной технике, врачи в прямом смысле слова видят человека насквозь. Какими диагностическими возможностями обладает Славянская ЦРБ, узнали наши корреспонденты. 15 декабря кабинет цифрового рентгена, который расположен в первой поликлинике Славянска, отметил свой первый день рождения. Аккуратное чистое помещение, стены и дверь с усиленной защитой от рентгеновских лучей, а самое главное – технологичность процесса. Получив направление на рентген, человек идет на диагностику. Одно нажатие кнопки – и снимок на цифровом многоразовом носителе помещается в сканер. Оттуда снимок сразу же уходит врачу, направившему пациента. Еще несколько лет назад о такой оперативности врачи могли только мечтать. Но рентген-исследование – это далеко не все, на что способно отделение лучевой диагностики. Верхом диагностических возможностей отделения можно считать исследования, которые проводятся на компьютерном томографе, который работает в Славянской ЦРБ с 2011 года. Приобретался он по программе оказания первой помощи больным с инсультом. Но жизнь вносит свои коррективы и, разумеется, имея такую аппаратуру, ее надо использовать на все, что возможно. На сегодняшний день здесь смотрится все – онкология, сосудистая патология, патология ОМК. Ну и дообследования всякие делаются. То есть практически смотрится все тело. Томограф работает круглосуточно. Ежегодно на нем проводят от 9 до 10 тысяч исследований. Везут сюда не только жители Славянского, но и соседнего Красноармейского района. На диагностику травмы головы и шеи у специалистов уходит всего 3 секунды. Такая скорость в экстренных ситуациях, при инсультах и дорожно-транспортных авариях позволяет очень быстро, а главное – точно поставить диагноз. На сегодняшний день, я думаю, что ни один доктор уже не представляет себе жизни без компьютерного томографа. То есть мы помогаем абсолютно всем. И травматологам, и лор-врачам, и окулистам, и неврологам, и терапии. И практически нет ни одной специальности, которую мы не смотрим. Помимо лучевой, есть Славянская больница и функциональная диагностика, которая не менее востребована. Отделение функциональной диагностики Славянская ЦРБ функционирует с 1974 года. И это уже, наверное, доказывает то, что всё-таки мы нужны больнице. Ни одна операция, ни один приём любого врача любой специальности не обходится без наших исследований. Начиная с рутинной электрокардиографии и заканчивая уже сложными видами исследований, такими как электроэнцефалография, то есть исследование судорожной активности головного мозга, электрической активности. Такими как велоэргометрия, это проба с дозированной физической нагрузкой, такими как церебральная ультразвуковая доплерография, то есть смотрим в реальном режиме времени состояние артерии, участвующих в кровоснабжении головного мозга. Нагрузка на отделении большая. Только исследования электрокардиограммы здесь проводят более 80 тысяч в год. Огромную помощь отделению неврологии оказывает и аппарат УЗИ, который показывает работу сосудов головного мозга в реальном времени. А ещё в отделении функциональной диагностики спросом пользуется электроэнцефалограф. Благодаря этому виду диагностики врачи могут точно определить, какие проблемы есть в работе такого удивительного органа, как человеческий мозг. В основном направляют к нам неврологи, как взрослые, так и неврологи, осматривающие детское население. Очень много детского населения смотрим, потому что это растущий организм, который требуется дополнительных обследований. Психиатрам это исследование также нужно. Ну и терапевты пользуются также. 2000 энцефалограмм в год делают в отделении. Основные пациенты – дети и подростки, которые в силу особенности роста организма, чаще чем взрослые страдают от головных болей, головокружений и обмороков. Как утверждают медики, диагностические отделения Славянской ЦРБ благодаря оборудованию и высококвалифицированному штату выполняют очень нужную работу, которая, без сомнения, является одной из главных составляющих успешного лечения. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова